Продолжим грамматический разбор суры Аль-Фатиха. Мы остановились на аете Ихди на сурату Аль-Мустаким. Ихди — это феулу амрин, юксаду бихиддуау хуна. Глагол повеления использован здесь в значении мольбы и просьбы. С неизменяемым окончанием, на что здесь указывают удаление слабой буквы. Удаленную букву здесь — это буква Я. Оставшиеся после удаления буквы Я огласовка Каср указывает на нее. Действующее лицо этого глагола — это скрытое в нем в обязательном порядке местомения. Скрытое местомение здесь — это местомение Антен. Глагол Ихди вместе со своим фаалем — это глагольное предложение. Истинное предложение — возобновляемое новое предложение. Не имеет места в падеже. На это домирын муттасылин — слитное местомение. Мабниу аля с сукуни с неизменяемым окончанием сукуном на конце. На месте падежа нас винить тену падежа. Мафуулин бихи аввул — первое прямое дополнение глагола Ихди. Ассирата — это мафуулин бихи санин — второе прямое дополнение глагола Ихди. Мансубин бельфиали поставлено в состояние нас глаголом Ихди. Вааламату нас бий признак падежа нас в этом имени. Альфатхата злахирату аля ахрихи — явная фатха на его конце. Альмустақим — это наңтун лисыраты. Наңт — описание и определение слова ассираты. Унаңтл мансуби мансубин мислу. Наңт — описание или определение поставлено в состояние нас в имени, так же как и оно будет в состояние нас. Вааламату нас бий признак падежа нас в этом имени. Альфатхата злахирату аля ахрихи — явная фатха на его конце. Дальше. Ассирата лизина анамта алейхим. Сирата — это бадулу мин ассирата аула. Второе слово ассират является приложением, подменным именем для первого слова ассирату. Ва бадулу лмансуби мансубин мислу. Приложение поставлено в состояние нас в имени, так же как и оно, так же как и предыдущее будет в состояние нас в винительном падеже. Ва сурата — это мудаф. Имя сурата является мудафом, первым членом из-за фетного сочетания. Альфина — это исман маусунин, относительное мисмение, мабни аля фатхин с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Мудаф на алейхи — второй член из-за фетного сочетания. Фи махалли джарин бель мудафа, на месте падежа джар, посредством мудафа. Ана амта, ана амта фиалин мадан, глагол прощающего времени, мабни аля с сукуни с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. Почему с сукуном литтисалихи бедамир рафа иль мутахаррик? Из-за его присоединения к огласованному местоменю падежа рафа. Ваттау — это дамир мутафа, слитное местомение, мабни аля фатхи с неизменяемым окончанием, с фатхой на конце. И махалли рафа на месте падежа рафа. Фааль фааль — действующее лицо данного глагола. Аля ихим, аля это харфу джарм, прелог родительного падежа, мабни аля с сукуни с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. Аль-хау — это дамир мутафа, слитное местомение, мабни аля кастре с неизменяемым окончанием, с кастре на конце. Фи махалли рафа на месте падежа рафа, посредством харфа аля. Валь-мимус саакнут, сукунирован на мим на конце, это аля мута джамь аль-музакри, признак множественного числа мужского рода, мабни аля с сукуни с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. Валь-джару валь-маджруру, харфу джар аля, и находящиеся посредством него на месте падежа рафа местомения х, все это мута аликум мил фиали. Мута аликум мил фиали состоит в мысловой связке с глаголом ан-рама. Валь-фиалу маа фаалих, глагол ан-рама со своим фаалем, действующим лицом, все это джумлятун фиалийтун, глагольное предложение. Сылат-ль-маусули, предаток, предаточное предложение относительного местомения аль-лизина. Ла махалла ла минал-и'раби, не иметь места в падеже. Валь-айду, возвратное местомение, это ад-дамиру аль-ха фи аляйм. Возвратное местомение, которое связывает предаточное предложение с относительным местомением, это местомение аль-ха в алейхим. Дальше. Гайры наудоби алейхим валад-дал-ли'н. Гайры от бадул минал-лизина ау минал-ха. Гайры является предложением подменным именем для относительного местомения аль-лизина или местомения аль-ха. В бадул-маджрури маджруру митслу. Продолжение поставленное в состояние джар имени, так же как и предшествующее имя будет в состоянии джар. Валамут джар и признак падежа джар в этом имени. Аль-касрата-захрату фи ахилихи ау аля ахилихи. Явное каср на его конце. Гайры от мудаф является мудафом, первым членом из-зафетного сочетания. Аль-мадуби мудафу на илейхи, второй член из-зафетного сочетания. Маджрурум бель мудафи. Поставлен мудафом в состоянии джар. Валамут джар и признак падежа джар в этом имени. Аль-касрата-захрату аля ахилихи явное касра на его конце. Алейхим. Чуть выше мы уже подробно разобрали этот аль-джару валь-маджрур. Харф аля и дамир уль-ха. Мислимение ха. Поэтому не станем все это повторять. Скажем лишь то, аль-джару валь-маджруру, то есть алейхим здесь. И махалли рафин на месте падежа раф. На ибль фа'ли ль-мадуби. Заминяется во фа'ль действующее лицо прилагательного аль-мадуб, являющегося исмафуль, то есть именем поддействованного, причастием страдательного залога. А исмафуль, как известно, ямуля амля фи алихи ль-мабния ль-маджули, который может воздействовать на окончание другого слова, так же как и его глагол, страдательного залога, от которого он и образован. Валь-даллина, аль-вау, эт харфу адфин, союз, мабнива аля ль-фатха, с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Ла-эт харфу нафин заедун, частиц отрицания, или же скажем, сылатун, то есть усиливать смысл, для усиления смысла. Мабнива аля с сукуни, с неизменяемым кончанием, с сукуном на конце. Аль-даллина, ма'туфан аля ль-мадуби, соединено с союзом вау, со словом аль-мадуб. Аль-ма'туфа аля ль-маджруры, маджруру митслю, соединенное с поставленным родительным падежем именем, имя, тоже как и оно, будет в состоянии джар. У аля-муты джарьи признак падежа джар в этом имени, аль-яу, неябатан аль-касрати, харфия, в качестве замены огласовки касру, филисмил муфрати, имеющаяся в форме единственного числа ла-ллин. Аль-нуна ай-удан аль-тануин филисмил муфрати, является возмещением или заменой тануин в форме единственного числа ла-ллин, тоже. Уллаху алям. На этом мы закончили, я раб, грамматический разбор этой суры. В конце проведем грамматический разбор слова мольбы амин или амин, как еще говорят. Итак, амин это исмуфрали амрин, это имя в значении глагола повеления, точнее сказать, в значении глагола мольбы или просьбы. Мабдиму аляль-фатхи с неизменяемым кончанием с фатхи на конце. Фа'лю и фа'ль, действующее лицо, скрытое в нем в обязательной форме местомения, которое выражено местомением анта. Восьмой фа'ль, глагольное имя амин, то есть имя в значении глагола, со своим фа'лем, действующим мельцом, именное или глагольное предложение, то есть есть разногласия. Иссе нафи, возобновляемое новое предложение, ла махалля ла хаминал-иараби, неймит мистов падежи, уллаху а'лам. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok